Белорусская транспортная неделя Уже здесь наблюдается ажиотаж Людей очень много И нам посчастливилось застать на стенде Skyway Основателя технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого Добрый день, Анатолий Эдуардович Добрый день, не лукавьте Вы не застали, вы знали, что я здесь И я на открытии выставки должен был присутствовать Я действительно не был уверен, что вы здесь будете Потому что в Берлине вас не было У вас есть более важные дела Которыми вы заняты в основном в экотехнопарке Что все-таки заставило вас Почтить своим вниманием Белорусскую выставку, в отличие от немецкой Не надо таких громких слов Германия далеко И туда надо было ехать на неделю Вообще-то на выставке должны присутствовать Не руководители предприятия, а стендисты Они должны рассказывать, показывать Об экспонатах И у нас сейчас серьезная работа идет Идет стройка И самый ответственный этап Это монтаж путевой структуры Для двух трасс И поэтому, естественно, я занят Ну, можно сказать, круглые сутки На этой работе Ну, а в Нинске мы находимся рядом Поэтому не заехать И не видеть наше детище Мое детище Ну, я не мог Тем более, что сегодня будут члены правительства Я хочу тоже им рассказать о проекте Расскажите, пожалуйста Что мы представляем на выставке Ну, две машины Причем полноценные Это промышленные образцы Они некие макеты Из фанеры, как наши недоброзватели говорят Это машины, которые полностью укомплектованы И здесь есть ходовая часть Есть рама, есть салон Есть автоматизированная система управления Есть стыковочные узлы Есть даже, вот тут кусочек Покажем, в путевой структуре В масштабе один к одному И можно посмотреть Какой будет путевая структура Она очень будет компактна Это городской юнибус Он 14-местный На самом деле Он 25-местный Если взять нормативы Общественного транспорта Российского или Белорусского Где метро, например, 8 человек на квадратный метр Поэтому, если из этих нормативов сходить Где 25 человек должно перевозиться А мы взяли нормативы организации обидных наций Где 3 человека на квадратный метр Поэтому мы 14-местный То есть мы будем фиксировать нашу технологию По самым жестким мероприятиям? Да, я всегда говорил, что Мы из каждого требования Ну, таких Передовых стран Как, допустим, США Россия Страны Европейского Союза Белоруссия Организация обидных наций С каждой нормативы Берем самый жесткий норматив Ну, допустим, по безопасности По электробезопасности По шуму По уместимости Да И из этих жестких самых нормативов Проактируем машину Поэтому она будет сертифицирована В любой стране Я охотно поверю в это Потому что в Берлине Мы провели эксперимент Вместо 14 человек Вошло 17 И оставалось еще достаточно много места Да, да, да Вы это подтверждаете, так? Здесь будет пол в пол Ну, здесь поэтому сделаны ступеньки На самом деле перрон будет На одном уровне И поэтому здесь может и Инвалид-колясочник Спокойно объехать И здесь не будет перепада высоты Для него тоже присмотрим здесь место Антон Эдуардович Часто инвесторы спрашивают Обсуждают Чтобы снять все вопросы Расскажите, в чем инновационность пола в Юнибусе? Кроме того, что там травка Какие-то бабочки, стрекозы Да, ну, во-первых, он красивый пол, так? Безусловно И в этом тоже инновационность Потому что это земля Мы ходим по земле При этом мы не разрушаем Потому что там прозрачный слой И даже бабочки Мы их не топчем, так? Ну да, после недели Берлина Смотр как новый, да И инновационность не в этом На самом деле Пол это сэндвич-панель Высокопрочная То есть пол является Как бы плитой Высокопрочной Которую выдержит, в принципе, слона Кстати, был случай В Германии Когда построили В Вепертале Первому на рейсу дорогу Еще построили В конце 19-го века Там было две Аварийные ситуации Один раз забыли Гаечный ключ На пути А второй раз Решили перевезти Слоненка Из зоопарка куда-то И когда его везли Над речкой Он проломил пол И выпал в реку И остался жив Поэтому прочность пола Она существенна Для транспорта Второго уровня Поэтому это пол Высокопрочный А я слышал, что он Даже с подогревом Да И это второе Вернее, третье Что является национным Значит, греть надо У нас же зима бывает И вот холодно Поэтому здесь должен быть Климат-контроль И обогрев И поэтому лучше всего Греть пол И поэтому здесь В верхнем слое Там электрообогрев А внизу теплоизоляция Чтобы не греть улицу Вот все это в комплексе Является как бы Инновационным Спасибо большое Что вы расскажете О других образцах Мы точно видим Здесь юнибайк Да, точно мы видим Юнибайк Это прогулочная машина Где можно И фитнесом заниматься Вот мы видим Что один из наших Инвесторов Крутит Велогенератор Правда он Нескавяло это делает В данный момент Он инвестирует Свою физическую силу В наш проект Не, ну надо Если бы он был Как бы более интенсивно Крутил То вот на этой бы Энергии Можно было развивать Скорость 60 км в час Но Скорость вообще Расчетная Юнибайка 150 км в час И остальную энергию Дают аккумуляторы Поэтому фактически Тот кто крутит Педаль Заряжает аккумуляторы А аккумуляторы Уже потом Запитывает привод А привод Работа привода Регулирует С автоматизированной Системой управления Поэтому Юнибайки Едут все По трассе С расчетной Скоростью Не зависит Крутит кто-то Педаль Или не крутит Иначе Не будет логистики И будет небезопасно Спасибо большое Скажите пожалуйста Какие вообще Варианты Исполнения Юнибайков Есть Я слышал Что бывают Трехместные С различными Вариантами Педальных узлов Количеством Точнее Мы здесь Представляем Явно двухместные С одним педальным узлом Да Может два Может без них Может быть Одноместный Может быть И четырехместный Там Целая линейка Но Я хотел бы Обратить внимание На другой факт На экономичность Эффективность Вот если перевести Электрическую энергию В топливо То Юнибайк При скорости 100 км в час Будет потреблять 0,6-0,7 литра На 100 км в пути Вот что самое главное В этой машине То есть Это Ну даже мопеды Более Многозатратные Даже без работы Ногами Даже без педалей Нет Это не важно Это количество энергии Которое нужно Для движения Со скоростью 100 км в час 100 км в пути Он проедет На аквиваленте 0,7 литра топлива А эта машина Это аналог автобуса 2,7 литра На 100 км в пути При скорости 100 км в час Это самый экономичный Транспорт В мире Самый Аналог автобуса По вместимости Но не по параметрам Безусловно Поэтому таких машин Ни в мире нет Мы переживаем Весь мир И если Допустим Сравните Это что же электромобиль Говорят Это не электромобиль А что же это Это полноценный электромобиль Сравните с Теслой С известным автомобилем Илона Маска Эффективность его В 10 раз примерно Выше По энергозатратам на движение В 10 раз Это порядок Спасибо большое За интервью Анатолий Эдуардович Уже собираются люди Вас ждут Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Межородной группы Компании Skyway По адресу rsv.defisystems.com Поддерживайте Наш проект И тогда Вы всегда будете В самой гуще Инноваций Не зря же нас сюда Пригласили Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем Вам о разработках И внедрении Прорывных транспортных технологий В последнее время Мы в основном Информировали вас О премьере технологии Skyway На выставке в Берлине На Транс-2016 Где на суд мировой общественности Были представлены Образцы подвижного Состава Skyway Действующая модель Путевой структуры Но что же делается С основной С настоящей Путевой структурой Ответы на этот И на многие другие вопросы Мы сегодня постараемся Получить с помощью Главного технолога Закрытого акционерного Общества струнной технологии Виктора Рудковского Здравствуйте Виктор Здравствуйте Вот рояль в кустах Очень кстати оказался Расскажите Что это такое И где мы с вами Сегодня находимся Находимся мы На предприятии ОАО Строй тех прогресс Наш основной подрядчик По всему этому действию По всей металлоконструкции Как для высокоскоростного транспорта Так и для легкой Транспортной структуры Ранее мы уже были здесь Видели Секции Части Секции сборной конструкции В общем Которые мы принимали И Совместно С представителями Тоже нашей организации Это уже какой-то очередной Промежуточный этап Как я понимаю Скажем так Промежуточный этап Основных Сборочно-сварочных Работ Даже скажем так Финишный этап То есть то что мы видим Это по сути По сути Вот то к чему мы стремились Все это время Там на офисе У нас На проспекте Дзержинска То есть проектируя эти вещи Это вот в общем-то Результат в железе В металле В данном этапе Происходит сейчас Доработка Некоторых элементов Нюансов То есть Почему мы сюда и приехали Собственно Значит Составление контрольной карты Замеров Которую делали и ранее В общем-то Здесь она более объемная Более обширная Дальше после этого этапа Значит Театр металлоконструкции Идет на заливку Раскостных вот элементов Раскостной решетки Спецбетоном Тоже испытание Которое мы проводили Ну и после чего Нанесение финичного покрытия Защитного И Отгрузка на монтажную площадку Ну вот последовательность Как бы работа такая Спасибо большое Ну как мы понимаем Это не первая Не последняя Секция Я вижу Что здесь Еще на территории Предприятия В производственных Площадях Находится очень много Других элементов Для следующих Секций Расскажите пожалуйста А что это такое Да Ну вот мы видели Секцию Секцию в сборе Вот Это один из элементов Скажем так Раскостная решетка Ветровые раскосы наши В общем то С поставленными туда Это она внизу Так да Вот она в данном случае Внизу Но положение Значит скажем так Рабочее положение Это металлоконструкции Перевернута То есть грубо говоря Получается Вот это Сейчас она находится Она в перевернутом положении Да Вот это вверх То есть Вот это вот Пояса Они же рельсы Для высокоскоростного транспорта Вот это вот Для городского То есть Ну Со стапеля Было удобнее В общем то поставить Достать сейчас так На данном этапе Я думаю Собственного говоря Да Ну и Если мы пройдем Немножко вперед Увидим Где В общем то Мы собираем Все это Основной сборочно-сварочный Стапель скажем так То есть Отсюда оно поступает На стапель Потом уже На финишную отделку Как я понимаю Туда Потом еще Где-то там Заливается бетон Покрас Здесь мы Здесь мы В общем то делаем замеры Смотрим геометрию Делаем доработку Вставку технологических Роскосов Перемычек Если это необходимо Ну какую-то доводку Финишную По части металла По части точности конструкции Сопоставившись С чертежами Имеющимися здесь Вот Дальше Эта металлоконструкция Поступает На определенный участок Где идет подготовка К бетонированию Роскосов Основных наших Да Ну и Собственно Цех Дроби струйки Окраски Всего остального Это сборочно-сваричный Стапель основной Здесь собирается Такая же секция Которую мы видели Не секция А уже Объемная Объемная ферма 12,5 метров Часть Готовая часть Элемента нашей структуры В общем то Ну Вот как-то так Все ясно Ну а здесь Как я понимаю Боковые части Путевой структуры Левая и правая Соответственно А вот это Как бы Верх Грубо говоря То есть Ну в технологии сборки Собираем сразу Левую и правую части Соответственно Смотрим Какая геометрия Получается Дальше Выкладывается Левая часть Часть правая И вставляется Роскосная решетка Уже в общем Таллоконструкцию Соответственно В структуре Общей оснастки Нашей всей Вы Можете это рассказывать? Вас уполномочили? Не слишком ли Много секретов Мы раскрыли? Ну Скажем так Секреты Они внутри Конструкции Как конструкция Работает В общем-то Мы говорим С вами О том Что мы Проектировали И что мы Получили в итоге Спасибо большое Виктор За Ну даже Более исчерпывающие Ответы Чем я предполагал Мы с вами В Экотехнопарке Как вы наверное Уже догадались И пока мы Ожидаем Прораба Подрядной Организации Я хочу Вам рассказать О том Неприметном Казалось бы Здании Временном Точнее Сооружении Которое Находится За моей спиной Несмотря на то Что нам Нельзя снимать Что происходит Там внутри Я хочу Чтобы вы Все знали Там Творится История Субтитры Мы вас уже Познакомили С тем Как обстоят дела С изготовлением Путевой структуры Для Высокоскоростной Линии В силу Конструктивных Особенностей Там Большая часть Работы Проводится Под крышей В производственных Промышленных Условиях А что касается Легкой Линии Для Юнибайков То здесь Большая часть Работы Проходит в Экотехнопарке Где мы Сейчас с вами И находимся Мы побеседуем С прорабом Организации Которая Занимается Как раз таки Сборкой И последующим Монтажом Если не ошибаюсь Легкой И впоследствии Грузовой Транспортных Систем Добрый день Добрый день Представьтесь Пожалуйста Меня зовут Демидович Кирилл Производитель работы УАО Промтехмонтаж Скажите На какой фазе Находится Монтаж Легкой путевой Структуры Skyway На данном этапе Мы производим Укрупнительную сборку Подвесного пути Соответственно Сварочные работы И растяжка Самого Непосредственно Подвесного пути На данный момент У нас Идет сварка Производится В этой палатке В этой палатке Да Непосредственно Здесь идет И подготовительный Весь процесс Сварочный процесс И зачистка Самого Подвесного пути А потом Это каким-то образом Вытягивается И все новые Новые Рельсы Можно так сказать Поступают сюда И Она Растет вдаль Вдаль Да Я смотрю Уже достаточно много Сделано По-моему Больше половины Больше половины Почти уже выполнено В соответствии Когда будет выполнен Непосредственно Весь подвесной путь Дальше будет Производиться Затяжка Троссового пути И его Моноличивание Спасибо большое Но насколько я в курсе Уже и на третьей линии То есть на грузовой Начинаются работы То есть Все три Транспортные системы Монтируются Практически Одновременно На какой стадии Грузовая Находится сейчас Трасса На данный момент На прошлой неделе Поступили металлоконструкции Погрузочной Линии Соответственно На сегодняшний день Грузовой линии Извиняюсь На данный момент У нас производятся Все измерительные работы Выверочные И На следующей неделе Мы приступим Непосредственно К монтажу Станции натяжения Спасибо большое Подписывайтесь на наш канал Ютуб Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Международной группы Компаний SkyWay По адресу rsv.defisystems.com Поддерживайте наш проект И у вас все в жизни Будет путем Строй SkyWay Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости SkyWay В которых мы рассказываем вам О разработках и внедрении Прорывных транспортных технологий Как мы вам уже сообщали С Анатолием Эдуардовичем В одном из последних Репортажей из Экотехнопарка До испытаний подвижного состава Остались не недели А дни Так вот Сообщаем Что эти испытания Уже успешно проводятся Но обо всем по порядку И лучше всего Об этом поведает Естественно Генеральный конструктор SkyWay Анатолий Эдуардович Юницкий Добрый день Анатолий Эдуардович Добрый день Вы правы действительно Не один день уже идут испытания Тестовые Естественно Но то что поедет колесо по рельсу Было понятно уже всем Не могли бы вы рассказать Что именно мы здесь испытываем Ну не забывайте У нас колесо необычное Рельс необычный Поэтому многие не верят Что поедет Но прежде чем проводить испытания На тестовых участках Мы должны испытать Ходовую тележку Для того чтобы смоделировать Разгон Торможение Потом позиционирование Мы ведь позиционировать должны На станциях 1620 мм Чтобы дверь открыть Какие ускорения Есть ли нужное сцепление С рельсом Не проскальзывает ли колесо При разгоне Ну естественно Шумы Ну мы всякие присутствуем Тут идет полноходом работа И слышно И слышен шум небольшой От нашей дороги Ну потому что Мы смоделировали дорогу Но эта дорога не настоящая Не струнная Здесь обычно Стальная балка Выполнена в виде фермы И я вспоминаю Эти старые фермы Мне очень нравятся Советские Когда там Какая-нибудь Селина Вот зовут на обед Там доярок Трактористов В рельс Постучали по рельсу И за три километра слышно Побежали на обед И мы знаем Как железнодорога слышна Она слышна на километре За километром А здесь Шум на самом деле Небольшой Но в нашем Модели Нашей дороги Нет бетона А причем Бетона специального Ну и здесь он не нужен И мы Который собственно Будет гасить Шумы Потому что За счет всего Внутреннего трения Бетон Гасит Весь дипазон Колебаний Шумов От ультразвука До ультразвука И мы Тоже здесь Меряем Шум Сколько децибел Что потом Можно было сравнить С шумом На дороге Где Нет пустотелых Конструкций Они заполнены Будут специальным бетоном И вот эти все испытания Мы проводим уже Не один день Чтобы Потом Тележку Она полностью Здесь Она не смоделирована Это настоящая Ходовая тележка Если я правильно понимаю Это та тележка Которая стояла В юнибайке Которую достали Для того Чтобы довести Перед тем Как поступит И юнибайк И юнибус На ходовые испытания Полноценные В экотехнопарке Потому что Мы сделали Не макет Юнибайка А промышленный образец Со всей начинкой С ходовой частью Естественно С рамой И так далее Несущая Так вот Ходовая часть Несущая рама И все Что на ней размещено Там и Аккумуляторы Накопители энергии Которых хватает На день испытаний На целый день Там до 200 километров Может потом На аккумуляторах Юнибайк Проехать Похоже на поточный Накопитель Из фильма Назад в будущее Ну что-то даже Так Тут Инвертор стоит Тут Стоят И элементы Которые Обеспечивают Микроклимат В салоне У нас же салон Термолегулированный И там Комфорт Соответственно Только Нужными Температурными Режимами Но и Чистый Свежий Воздух Должен быть Поэтому там Должны быть Соответственно Фильтры Стоят Вентиляторы Обогреватели Кондиционирование Должно быть Это тоже Все размещено На ходовой тележке Ну и естественно Система Автоматического Управления Она тоже размещена На ходовой тележке Сама система И силовая рама Ходовая часть С подвеской То есть Это все то Что является Собственно Сердцем Любого Транспортно-средства И в любом каком числе И мы вот это Сердце Испытываем Вот здесь Отдельно От организма Скоро Скоро мы соединим В одно целое И вот это целое Мы уже планируем В середине ноября Поставить на ходовые Испытания На Калифинопорте Спасибо большое Я так понимаю Что вот этими Испытаниями Мы ответили На происки Всех Недругов Критиков Проекта Чувствуете ли вы Что уже Утерли всем им Нос Или только Подходите К этому ощущению Ну Можно все равно Сказать Что это из фанеры Сделано Надо Подойти Подключать головой А звук наложен А звук наложен Конечно А это вообще фон На самом деле Так Ведь все что угодно Можно говорить Но Мы реально Делаем Реально работаем Реально даем Результаты И Ведь это вот все Вот я сам Как вот я сумел Оторганизовать За год Там был Танковый полигон Там Ямы были Глубиной 2 метра Вы же помните Бурьян Как мы Там Деревья рубили Кусты Да Облагораживали Территорию Это было год назад Все Благородному делу Господь Бог помогает Конечно И сейчас смотрите Уже две машины Целиком готовы Уже первая Тестовая трасса Будет готова Потом буквально Через Пару месяцев Будет вторая И где-то через 3-4 месяца Третья Где уже И мы еще Другой подвижен Состав готовен Кроны этого У нас есть еще Другой тип Городского Я пока Не буду говорить Детали Он будет В виде Небольшого поезда Так И грузовые Юнитраки Мы тоже Уже приступили К изготовлению Рабочая документация Уже есть Для того Чтобы возить Цепучие И штучные И жидкие грузы Анатолий Эдуардович Хотелось бы Также спросить А насколько Приближены К оптимальным Или к естественным Условия проведения Эксперимента Ведь поскольку Ездит Одна ходовая часть Или тележка Без самого Юнибайка Там распределение Веса И прочие Характеристики Учитываются ли? Безусловно Учтены Эти характеристики Это не просто Пустая тележка Ну Ходовая часть Здесь моделирована И нагрузка От Корпуса Юнибайка И пассажиров Поэтому Эта тележка Нагружена Еще нагрузкой 500 килограмм Она подвешена Эта нагрузка Поэтому Здесь Не смоделированы Только Габариты И Допустим Парусность Или ветровые нагрузки Ну А то мы уже там Смоделированы В экотехнопарке А все Массовые Инерционные Вот эти характеристики Они здесь соблюдены То есть Самое главное Мы проводим Скажем так В тепличных В идеальных В удобных Для работы Условиях В цеху Нашего опытного Экспериментального Производства И по большому счету Если все Успешно пройдет Здесь Это будет Практически Ну как я понимаю Процентов на 90 Гарантии Что все точно так же Пройдет И в экотехнопарке На 100% Гарантии Какие 90 Здесь смоделировано Все Ну Не смоделировано Только допустим Погодные условия Ну если Двигатель Автомобиль Работает на стенде Наверное Под капотом Он тоже будет работать Поэтому У нас будет свой капот Мы же Оденем потом Корпус Защиту Всю Да От дождя От ветра От снега И там Внутри Просто В этом пространстве Будут тепличные условия Для оборудования Такого же Как в цехе Спасибо большое Откройте Самую страшную тайну Skyway Кто будет Первым пассажиром В юнибайке Никто А я слышал Что ваши коты Нет Нет Нельзя Дело в том Что до сертификации Это запрещено Не Ну я не говорю Нарушение будет После сертификации Тогда Ну после После Я должен быть Я Первым Я должен Стать под дорогой Первым Чтобы показать Не упало Не Не обрушилось И я должен Сесть Первый Чтобы Быть уверен Что не погибнут Люди Которые там будут Делать Это я должен Вы настоящий Капитан Спасибо вам Я Переполняем Всякими Чувствами Все Исключительно Позитивные Прежде чем Мы завершим Репортаж Скажите еще То что вы Хотите Но я Почему-то Об этом Вас еще не Спросил Ну И что В главном И что еще Важно Мы стоим В нашем Цехе Испытания Идут В нашем Цехе На нашем Заводе Мы находимся В цехах Опытно Опытного Производства Юнибус Опытно Экспериментального Производства Юнибус Мы Я не имею ввиду Зао Струной Технологии Себя Потому что Совладельцами Всего-то Являются Наши Инвесторы Акционеры Которые Прибли Долю В общем Бизнесе Технологии Они тоже Совладельцы Вот И это Очень важно Потому что Совсем недавно У нас Ничего этого Не было И мы Буквально На коленке Все делали Сейчас нет У нас Серьезное Производство Оснащенное Достойным Оборудованием Которое Мы сейчас Это производство Расширяем Мы приобретаем Очень серьезное Оборудование Сейчас Потому что Мы намечены Уже Скоро Перейти К мелкосерийному Производству От Одиночного Производства От Мелкой серии А потом Уже И крупной серии Потому что У нас Много Сейчас Потенциальных Заказчиков Которые В ближайшее Время Будут Приезжать Нам Готовы Приехать Чтобы Ознакомиться С нашим Производством И оценить Способны ли мы Изготовить Подвижной Состав И путевую Структуру Для реализации Адресного Проекта В ряде Стран Я не буду Называть Эти страны Их около Десятки Но вы Скоро В одну Из этих Стран Едете Насколько Я знаю Да Буквально В понедельник Но Прежде чем Мы начнем Осуществлять Все Эти адресные Проекты Как я понимаю Мы должны Еще пройти Сертификацию И это Начнется В экотехнопарке Не могли бы вы По срокам Сориентировать Потому что Все наши Партнеры Очень интересуются То что мы видим Это тоже Элементы Сертификации Это не просто Мы сделали И моделируем Работу В том числе Путевую структуру Это часть Сертификации Она идет А завершим Мы ее Весной В следующий год Спасибо большое Анатолий Эдуардович Подписывайтесь На наш канал YouTube Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Международной группы Компании SkyWay Поддерживайте наш проект Ибо в нем Мечты Сбываются Строй SkyWay Спасай планету Приветствую вас Дорогие друзья Напишите пожалуйста Как меня видно Как слышно Меня зовут Суходоев Алексей И сегодня Традиционно По средам Мы Сергей Анатольевич Поведем для вас Начальный Вебинар То есть это Азбука SkyWay Для тех Кто только погружается В проект SkyWay И далее Уже Ширенный Технико-экономический Вебинар То есть это Уже Пройдемся По тем Новостям По тем Животрепещущим Темам Которые Волнуют На сегодняшний день Я думаю Многих Инвесторов И волнуют И самих Спикеров То есть Сегодня Будет Такой вот Именно Тачный Вебинар Я показал И соответственно Мы будем Затрагивать На Расширенном Технико-экономическом Вебинаре Несколько Несколько тем Которые нам Хотелось бы Осветить То есть Это о прошлом SkyWay И об Актуальных Наших Начинающихся Так скажем Маркетинговых Войнах Мы расскажем О тех Технологиях О той технологии Которая Также развивается В направлении Формирования Транспорта Второго Уровня Этот рынок Очень сладкий Дорогие друзья И этот пирог Захотят Урвать Многие Игроки Сегодняшнего Времени Нашего И Дорогие друзья Технологически Будет обоснован Тот Кто Максимально Произведет Экспансию Соответственно В сфере Развития В адресных Проектах Что Сейчас Собственно И Мы Делаем То есть Виктор Игоревич Бабурин Фактически Не Уже Дошу Виктора Спрашиваешь По Ты Где И Наверняка Он не в Беларуси Где-то Находится И В каком Из отелей В какой Из стран Виктор Находится В ту Или иную Неделю Но Остается Только Считать Эти мелькания По странам Но Дорогие Друзья Это Как раз Таки Не Просто Поездки Не Просто Командировки Это Закладывание Основ И Базиса Адресных Проектов Это Подписание Подсоглашение Это Обсуждение Адресных Проектов И Это Формирование Ответа На Тот Вопрос А когда Будут Дивиденды И Сколько Они Будут Я Дорогие Друзья Вижу Постоянно Очень Много Расчетов Но Хотелось Бы Сделать Всегда Ремарку Что Это Неофициально Что Это Абсолютно Non-official Как говорится Все Расчеты Которые Делаются По Дивидендам Расчеты За Один За Два За Три Это Чисто Мнение Того Человека Который Считает И оно Никак Не Совпадает С Реальностью Skyway Потому Что Никто Вам На Сегодняшний День Не Сможет Дать Точного Ответа Сколько Допустим Можно Получить Акции И Сколько Будет Акция Стоит В ближайшем Будущем Это Покажет Только Рынок Мы С Вами Друзья Не Играем В Какие Игрушки Мы С Вами Занимаемся Серьезным Венчурным Проектом Прорывной Технологии И Именно Прорывная Технология Является Нашим Основным Продуктом Именно На нее Мы Формируем Максимально Эффективное Финансирование Для того Чтобы Следовать Тем Этапам Которые У нас Намечены На Сегодняшний День Мы На Восьмом Этапе Из Пятнадцати И На Девятый Этап Может Произойти Намного Быстрее Переход Все Зависит От Притока Инвестиций Дорогие Друзья И Что Я Могу Сказать Независимо От Того В Какой Вы Стране Развиваетесь Старайтесь Объяснять И Приводить Аргументы Именно По Тем Фактам Которые У нас Имеются По Тем Соглашениям По Тем Странам С которыми Мы Уже Ведем Переговоры По Адресным Проектам И Не Самый Лучший Аргумент Приводить Какие-то Цифры Расчеты Сколько Будет Дивидендов Никто Этого Не знает Так же Как Никто Не знал Друзья Тот Момент Когда Зарождался Интернет Сколько Будет Стоить Допустим Крупнейших Телекоммуникационных Компаний Занимающихся Провайдерским Соединением Между Городами Между Странами И Сколько Будет Стоить Их Акции Никто Не мог На тот Момент Этого Предположить Пожалуйста Использовать Аргументы По Строительству Давайте Использовать Аргументы По Нашим Событиям Произошедшим Я Чувствую За собой Такую Ответственность Пополнить Документ Который Я веду То есть Я люблю Очень Пошаговые Действия И Пошаговую Работу То есть Человек Имеет Какой-то Вопрос Пример Что происходит В строительстве Пожалуйста Посмотрите Презентацию По строительству Там Все с 29 июня С заключения Договора С Мариной Горкой В картинках В фотографиях Пошагово Описано Также Планирую Пополнить Свой Начатый Ранее Файл Какие Основные События У нас Произошли На мой Взгляд Сугубо И Собственно Вот это Является Аргументом Именно Действия А не то Что Будет Происходить На Мнение Насчет Того Быто Ни Было Но Дорогие друзья На Открытие Новых Возможностей Новых Перспектив Нового Технологического Уклада И Если Вы В это Не верите То Задумайтесь Насколько Изменился Лет И Насколько Изменился Рынок IT Индустрии Рынок Средства Автоматизации Рынок Промышленности За 10-12 лет Изменился он Кардинальнейшим Образом Потому что Появился Интернет Как появился Интернет Соответственно Можно Посмотреть В Википедии И Было Создано Много Способов Этого рынка Именно Глобальные Сети Интернет Глобальные Пауки Пользовались Различные Протоколы Съединения И Сейчас Мы Максимально Доступно Дорогие Друзья Можем Открыть Наш Ноутбук Можем Запустить Наш Смартфон Wi-Fi И Если Допустим Он Связан С нашим Смартфоном Это Называется Рынок Интернет Вещей И Кстати Крупнейшие Консалтинговые Агентства Оценили Рынок Интернет Вещей В ближайшие 5 лет Более Чем 35 Триллионов Долларов Если Говорить Про Наш Потенциал То В одной Из Новостей Вы можете Примерно Увидеть Оценку Как Агентство Оценило Соответственно Несколько Другую Сферу Которую Можно Параллельно Связать С Сферой Выхода Новейшего Рынка В мир Это Рынок Транспорта Второго Уровня И Дорогие Друзья Когда-то Мы все Помним То Что Персональные Компьютеры Были Размером Шкаф Потом Появился Закон Мура Как раз Количество Транзисторов Каждые Два Года Удваивались И Тем не менее Размеры Размеры Уменьшались И Сейчас Вообще Все Сводится К созданию Квантового Компьютера И Дорогие Друзья Не долго Кто Читает По Машинному Обучению У меня Агентство Языковых Переводов Это Бизнес Который Очень Серьезно Постал От Соответственно Экономического Кризиса В Российской Федерации От санкций Он сейчас Находится В полузамороженном Состоянии Потому что Мне Более Перспективно И более Важно Сейчас Уловить Тренд Который Был Точнее Уловлен Он был Более Двух с половиной Лет Назад И Многие Я не побоюсь Этого слова Дорогие Друзья Действительно Начинает Максимально Сверхать Много Проекта Skyway Сейчас Поддерживают Уже Более 500 Тысяч Людей По всему Миру И Поэтому Я хотел бы Также Открыть Попросник Который Я Каждый раз Открываю В какой раз Вы присутствуете На вводном Технико-экономическом Вебинаре Если кто-то Не успел Его заполнить Когда-то Мы Дорогие друзья Находились В первый раз Даже не на Вебинарах На конференции Вебинары Только-только Начинались И я могу Сказать Я обязательно Напомню События На расширенном Технико-экономическом Вебинаре Я запомнил На всю жизнь Это событие Это конференция Живая конференция Что касается Меня Я редко Мог себя Заставить Присутствовать На конференциях В каких-то Событиях Компаний Потому что Не было веры Дорогие друзья Что на самом Деле Эти компании Проживут Про интернет Сферу Про интернет Маркетинг И так далее И Когда Встретились Многие С компанией Skyway То вера На среди Как еще Ничего Абсолютно Не было А ничего Абсолютно Не было Это научно-производственное Конструкторское Предприятие Оно не было Организовано И не могло И идти Об аренде Земельного Участка Также И речь Абсолютно О наеме Более 200 Высоквалифицированных Кадров Сейчас Работают И создают Технологию Которую Обычно Создают Тысячи И тысячи Квалифицированных Специалистов Также И речи Не было И речи Не было Естественно О новейшей Истории Адресных Проектов Да Естественно Бэкпонд И предыдущая История У Skyway Огромнейшая И развитие Технологии Соответственно Более 39 лет Но Так скажем Контакты Меняются Люди Посты Также Меняются И Естественно Мы Используем Этот потенциал На работных Уже Адресных Проектов Но Городах А если Говорить Соответственно Про Целый Мир Это Десятки И сотни Тысяч Тон Бензина А если Говорить Про Экологическую Составляющую Насколько Вредит Самолет Это Просто Можно Оставить Без Комментариев Дорогие Друзья И То Что На Сегодняшних Транспортно Логистических Пробках Пропадают Товары Грузы Пропадает Это В прямом Смысле Дорогие Друзья Потому что Хотелось бы Чтобы Мы Сейчас Перемещались Как пассажиры И Наши Соответственно Товары Металлы Руда Наших Стран Перемещались Максимально Эффективно Максимально Быстро Соответственно Это Раскручивало Маховик Той Экономики Которая Формирует Мировую Экономику И Формирует Мировое Благосостояние Каждого Живущего Сегодня На планете Земля Но Что касается Транспортной Индустрии Дорогие Друзья Астреала В прошлом Веке И Если Слава Богу У нас Сейчас Ездят Ажбаны Что Не скажешь Допустим О временах Еще В тоннеле Метро Запускали На паровозной Тяге Метро И Люди Задыхались Это Что касается Концепции И ролика Одного Из наших Первых Вирусных Что Раньше Люди Жили В пещерах И Жгли огонь В пещерах Проживали Не так Много Времени И Потом Когда Несли Огонь В пещерах Фактически Весь этот Огонь Сформировался В те Заводы В те Фабрики Которые На сегодняшний День Очень Серьезно Загружают Не Случайен Тот факт Дорогие Друзья Что Было заключено Парижское Соглашение Это собственно Через Несколько Десятков Лет Вообще После Обсуждения После того Как Критическую Массу Набрало Количество Экологических Бедствий Катастроф И когда Действительно Настало Время Задуматься О том Почему Наша Тайфуна И так Далее Но Анатолий Двардович Ответил На вопрос Каким Образом Можно Изменить Экологическую Ситуацию На всей Планете Земля Вынеся Промышенность В открытый Космос Ответил Еще В 1988 На международной Конференции По неракетной Индустриализации Космоса А что Касается Развития Вообще В целом Струнной Технологии И Струнного Транспорта Все Началось Вообще Семидесятых Годов Дорогие Друзья И История Действительно Велика История Не Оканчивается И Не Окончится Еще Я думаю Лет Пятьдесят Сто Потому что После того Как Будет Достигнуто То что Анатолий Эдуардович Как инженер Как Действительно Основатель Мощной Технической Инженерной Школы Вывел Концепцию Общепланетного Транспортного Средства Еще в конце Восьмидесятых Годов И Встретив Непонимание То что Действительно Время На тот момент Не пришло Абсолютно По Длине Всего Экватора Сорок Тысяч Километров Данное Серьезное Эстакадное Сооружение На Эстакаде Также Это Основывается И Вот То что Вы видите Справа Верху Это Сердцевина ОТС Это Действительно Жизнедеятельность ОТС И за счет Раскрутки Маховика Линейного Электродвигателя Создается Центробежная Сила И Соответственно Ся эта Конструкция Поднимается Вверх Естественно Дорогие Друзья Это Сейчас Звучит Как Фантастика И на тот Момент Представьте Как это Звучало Что Ученый С Гомеля Решил Сделать Переворот Во всей Индустрии Всего мира И вывести Промышленность В открытый Космос Когда Была Соответственно Обстановка Серьезная Между США Между СССР Когда Только Недавно В 1969 Прошли Космические Гонки По запуску Космических Аппаратов По запуску Первого Человека В космос И Сейчас Ученый На тот Момент Стал Говорить Согральные Такие Вещи Очень Трогающие На тот Момент Космонавтику Что Вообще Концепция Ракеты Она Намного Лучше Чем Концепция Лошадиной Повозки Лошадиной Телеги Потому что Такое Количество Грузов Можно Вывести Примерно За год На тот Момент Понимания Не было Дорогие Друзья И Будучи Абсолютно Логически Рассуждающим Самого Действа Анатолий Эдуардович Стал Концепцию А каким Образом Это Общепланетное Транспорт Средство Оптимизировать До Транспорта То Абсолютно Простого Использующего Существующей Законной Физики И Действительно Дешевого Эффективного При строительстве При эксплуатации Транспорта И появилась Концепция Струнного Транспорта На тот Момент Это Было Это Испытание Путевой Структуры Это Знакомство Сергея Анатольевича С Лебедем Александром Ивановичем Случайно В самолете Как Сегодня У нас Многие Знакомятся Кто На пробежке С собаками Знакомятся С крупными Инвесторами На 330 Тысяч Долларов Кто Знакомятся Просто Поехав На Саммит Арабский И так далее И тому подобное Действительно Многое Возможно Сейчас Открыто Для Наших Различные Контакты И для Продвижения Технологии Проекта Адресных Проектов И Вас В целом Как личности Развития Самых Различных Направлений Именно В проекте Skyway И В 2000 Годах Лебедь Александр Иванович Дорогие Друзья Услышал Что Да Действительно Есть Технологии Технически Обоснованные Технически Подкрепленные Инженерные Технические Школы Юницкого И Соответственно Можно Действительно Менее Чем За 5 Лет Увеличить Экономический Потенциал Российской Федерации В 3-4 Раза И Вывести Россию В лидеры На тот Момент Время Дорогие Друзья Абсолютно Подходило Потому что Мы Еще Недостаточно Мы Я говорю Про Российскую Федерацию Про Граждан Российской Федерации Мы Недостаточно Сидели Как Страна На Нефтяной Игле Экономику Избежать Тех Процесс Тех Кризис Которые Мы Сейчас Наблюдаем И Действительно Создать Инновационную Модель Экономики Которые Сейчас Только Приходят Примерно Таким же Когда Уже Как Говорится Не то Что Рак На горе Свистнул Но Просто Прокричал Что Пора И на тот Момент Дорогие Друзья Зародилась Концепция Струнного Транспорта В исполнении Второго Поколения И С 2001 По 2009 Год Функционировал Стоял Никого Абсолютно Не трогал Технопарк В городе Озера Московской Области Происходили Многочисленные Испытания И вот Этот Зил Вообще Был Подвижной Лабораторией Действительно Это Было Огромное Достижение Для Skyway Для Транснет И Был Заложен Первый Нулевой Километр В 2001 Году Но Дорогие Друзья Еще Время Тогда Не в час Мы это Понимаем Осознаем Зачем Это Производ Тре Анатольевич Медведю На Госсовете России По инновациям В транспорте В 2009 Году И после того Как планировалось Выделение Одного Миллиарда Рублей Взвести Струнного Транспорта Известные Лица Всего Масштаба Нашей Планеты Потому что Было Заторможено На Несколько Лет Введение В строй Струнной Технологии Которая Станет Основой Шестого Технологического Уклада И это Затормаживание Всего Прогресса На самом Деле Дорогие Друзья Всей планеты Всей Человечества Это акт Мирового Вандализма Но тем не менее Неизвестные Лица Уничтожили Полигон И поэтому И называется Полигон Этот технопарк Потому что Он претерпел Такие серьезные Действительно Боевые действия Остался Зил Зил Более того Что нашли Буквально Вот В недавнем Времени И он будет По праву Возвращен Уже На новый Эко-технопарк Уже не просто Технопарк Аэко-технопарк И соответственно Там можно будет Лицезреть Достояние Истории Skyway И достояние Истории Транснет И все Что не делается Как бы Долио Дорогович Не опустил Руки И будучи Инженером Магиатиком Физиком И много-много Технических Можно Перечислять Всякий человек Который Имеет Логическое Правильное Всякий Человек Который Может Рассчитать Экономическую Модель И это Догазал Анатолий Эдуардович Он Рассчитал Модель Каким Образом Зафинансировать Проект Skyway Уже Технологию Крауд Инвестинга Технологию Народного Финансирования Использовать Сетевое Построение Корпорации Пошаговое Поэтапное Было Выделено 8 15 Этапов На 8 Сейчас мы Из 15 Как я уже Сказал Находимся И Есть такая Страна Также мы Ее Помним Которую Очень хорошо Знают В Европе Вот Коллеги Рассказывали Замечательные Истории Про ту Бедность Про ту Нищету В стране Литве И Правительство Я ничего Абсолютно Против Не имею Против Жителей Литвы Но Правительство Литвы В определенный Момент Также Затормозило Развитие Проекта Skyway Потому что Еще На год Раньше Могло Начать Строительство Экотехнопарка И благо Что он Не начался Строиться В Еврозоне Под Даугу Пилсом Если не Ошибаюсь Или Сейчас Я точно Не вспомню Название Города Но я Искренне Надеюсь Что Не ошибся Если Я ошибся Пожалуйста Меня поправьте В чате И Соответственно Там Не началось Строительство Экотехнопарка Но Оно Сейчас Началось Шауляй Да Шауляй И Сейчас Под Мариной горкой В республике Беларусь Мы Реализуем То Что Поддерживает Уже Фактически Более Полумиллиона Людей По всему Миру Это Устаревший Я бы сказал Зарегистрирован Проекте Но Активных Инвесторов Я могу Сказать Что Их Достаточно Много И В районе Сотни тысяч Людей Для того Чтобы Понимать Эти люди Инвестируют Буквально Ежемесячно И Я Сам Продолжаю Инвестировать Ежемесячно Потому что Мне Важно Развитие Стабильное Этого Проекта И Действительно Это Становится Для многих Одним Из Смыслов Жизни И Сегодня Мы Выводим На рынок Четыре Дорогие Друзья Это Городской Пассажирский Транспорт Это Грузовой Транспорт Высокоскоростной Транспорт И то направление Которое Появилось Совершенно Недавно Я бы сказал Чуть Более Семи Месяцев Назад Легкий Прогулочный Спортивно Экскурсионный Транспорт Зародилась Сама Модель Рынка И Воплотилась В том Что В голове Анатолия Эдуардовича Было Давно Но При потребности Рынка При Уральской Потребности Рынка Это Произошло На одной Из Уральских Конференций Я могу сказать Что Просто У вас есть Городской Пассажирский Транспорт У вас есть Выскоскоростной Транспорт А есть Что-то Между Ними То есть Легкий Прогулочный Для Туризма Спортивной Концепции У нас Еще Не было То есть Это Уже Была Доработка С помощью Видения И Идеи Виталия С Магадана И Естественно Панатолий Эдуардович Вспомнил Одну Из Идеи Которая Была Ранее То есть Это Запитывание Аккумулятора От Одно До Трех Прогулочного Спортивно Экскурсионного Модуля Транспорта Просто Крутя Педали На сегодняшний день Это реальность Дорогие Друзья И Уже Построен В Рабочем Не образце Но в рабочей Машине Юнибайк И можно было его лицезреть Уже На выставке И на Транс 20-23 сентября Потом уже На выставке В Республике Беларусь И Соответственно Уже То что касается Выставки 30 ноября Которая пройдет Как транспорт России Мы будем находиться Наш стенд Будет находиться Возле Министерства транспорта Российской Федерации Именно вот Стенд их И Сегодня я могу сказать Что уже в то время Не будет Представлено В реальных Образцах В реальном Масштабе Наших модулей Они будут Находиться На тот момент И Эксплуатироваться Тестироваться Фактически Каждый день На экотехнопарке С 29 ноября Произойдет Соответственно Первый Технический Прогон И Это не какая-то Фешенебельная Демонстрация Это то что Было Запланировано И самое главное Увидеть что Действительно Это может Быть в движении Действительно Это функционирует Действительно Ничего не падает Опоры Выдерживают И действительно То что декларировалось То демонстрируется К этому мы шли Дорогие друзья С 2013 года С начала развития Краудинвестинга И собственно К этому Мы пришли Вот Фактически Через Три года Дорогие друзья Если Про строительство Экотехнопарка То Экотехнопарк Строится Вообще Чуть Больше Года И Невозможно Себе Представить Того Примера Иного Который Можно Стич Выношения Второго уровня Давайте сравним И вспомним Сколько Допустим Строился И проектировался Боинг Сколько Средств Было Вложено Десятки Миллиардов Долларов Как минимум Было Вложено И об этом Еще на первых Вебинарах Да Было Время Дорогие Друзья Когда Первые Вебинары Вещал Антолий Эдуардович Юницкий Сейчас Это Остался В Хронологии Сейчас Это Задокументировано Потому Что У меня Был Специальный Структор Snowledges Корпорейшн Когда-то Сам Вел Вебинары И Дорогие Друзья Это Такая Же История Как Когда-то Стив Джобс Обзванивал Своих Потенциальных Клиентов Для Покупки Первой Партии Макбуков И Соответственно Мы Видим Во что Переросла Корпорация Apple И Я могу Сказать Что Огромная Команда Собрана Технических Специалистов Что Касается Именно Руководителя Технической Части Ее Технической Технической Человек Александра Сергеевич Соответственно Это Тот Век Который Занимался Производством Йомобиля Все Помнят Эту Концепцию Это Господин Сенкевич И Сейчас Вот Такие Метры Действительно Автомобильной Индустрии Транспортной Индустрии Работают В ЗАО Струнные Технологии Над Созданием Подвижных Составов И они Удивляются Каким образом Антолий Эдуардович Умудрился Достигнуть В своих Расчетах Коэффициент Динамического Сопротивления Которые Намного Больше Чем у Современных Спортивных Автомобилей Про Бугатти Верон Мы даже Не будем Говорить То есть Коэффициент Динамического Сопротивления Современных Мерседесов Уже 0.22 У Бугатти Верон 0.43 А у нашего Подвижного Состава До 0.0.35 Возможно И Цифра Еще будет Улучшаться Потому что Нет пределов Совершенствов Тем более Технологическому Совершенству И Вы видите То что Наш Подвижной Состав Будет Перемещаться На втором Уровне Аэродинамика Сразу будет Увеличиваться В два раза И Перемещение Стальной Стальное Колесо По Стальному Рельсу Я могу Сказать Что Коэффициент Полезного Действия При Подобном Перемещении Именно Колеса 99% То есть Это Максимально Эффективный По сравнению С поездом На магнитной Подушке По сравнению С железнодорожным Составом При перемещении Колеса По сравнению Естественно С пневмашиной Там Вообще Просто Ни в какие Рамки сравнения Невозможно Уместить Технологию Skyway И Соответственно Из-за Высокой Аэродинамики Из-за Того Сейчас Мы Преодолеваем Сопротивление Воздуха Максимально Эффективно Происходит Значительная Экономия Как топливо Так и Материалов При строительстве И эксплуатации То есть Если Переводить На топливный Эквивалент То 100 грамм На Пассажира Возможно При расходе Если Полтора Киловат Будет Расходовать Соответственно Юни Байк И Если Переводить На Топливный Эквивалент То Это 0,35 Литра Вдумайтесь В эту цифру 0,35 Литра Будет Расходовать Подвижной Состав Который Будет Перемещаться Со Скоростью Современного Спорткара Будет Иметь Комфортное Перемещение На Уровне Современных Спортивных Люксовых Брендовых Автомобилей И Соответственно Этим Транспортом Смогут Пользоваться Действительно Все люди На планете Потому что Как когда-то Генри Форд Создал Народный Автомобиль Первого Анатолий Эдуардович Задает Тренд На Народный Электромобиль На Стальных Колесах По Стальному Рельсу По Струнной Путевой Структуре То есть Народный Автомобиль Второго Уровня И Мы Даже Себе Не Представляем Насколько Много Опций Впитает Себя Это Направление И Соответственно Сама Концепция Струнного Транспорта Сама Концепция Струны Является Сама По Себе Очень Серьезным Ноу Хау То есть Вы Видите Сердцевине Находятся Стальные Рельсы Предварительно Напряженные Закрепленные На концах Опор И Далее Идет Их Закрепление Омоноличивание Спец Сделать Долговечную Конструкцию Максимально Ее Упрочнить И Максимально Снизить Шумовой Эффект Ну Что Говорить Про то Что Даже Сейчас Испытания Которые Происходят На Подвижной На Производственной Площадке Наших Подвижных Составов Они И то Оказывают Намного Меньшее Влияние Шума На Наши Уши Чем Допустим Современные Автомобили Я молчу Уже О Железнодорожных Подвижных Составов И Действительно Технология Впитала Себе Множество Ноу-хау Несмотря На Простоту Несмотря На Виртуозность И Грацию Решений Несмотря На Технический Инженерный Минимализм Как выражается Анатолий Эдуард Чуницкий Но Дорогие Друзья Все Не имело Бы Абсолютно Никакого Смысла И Значения Если бы Мы Не начали Строительство Экотехнопарка И Я хотел бы Чтобы Все Запомнили Буквально Несколько Дат То есть Это Июнь 2015 Года Соответственно Это Договор Аренды Земельного Участка В городе Марин И Далее Соответственно В январе Были Установлены Промежуточные Опоры 1 сентября Соответственно Был Вырыт Первый Котлован Первые Анкерные Опоры И Буквально За год Произошло Настолько Сильное Преображение Экотехнопарка И это Произошло Только Благодаря Правильно Выбранной Схеме Инвестирования Финансирования Технологии То есть Народное Финансирование И система Крауд Инвестинга И Если Посмотреть То что Произошло Буквально Вкратце 23 апреля Мы Видим Уже Реально Реально Действующий Наш Интеллектуальный Струнный Забор Интеллектуальное Струнное Ограждение И Это Действительно Была Серьезная Заслуга Также И В нас Всех То что У нас Даже Ограждение Нашего Экотехнопарка Является Струнным Интеллектуальным И Соответственно В мае Началось Запараллельное Строительство Вы Видите Установку Бетонной Подготовки Под фундамент Второй Анкерной Опоры И Выгрузка Первых Сборных Фундаментов Столбчатых Легкой Городской Транспортной Системы То есть Легкой Городской Пассажирской Трассы Которая Будет Универсальной Как Для Юнибусов Способных Обеспечить Пассажиропоток На Ровне Современных Метро Современных Концепций Воздушного Метро И Это Необходимо На сегодняшний день В современных Мегаплисах И Соответственно Уже В июле Началось Строительство Запараллельное Строительство Грузовой Струнной Транспортной Системы И Сейчас Дорогие Друзья Я могу Сказать 9 ноября Фактически Осталось Несколько Недель До Демонстрации В движении Технологии Мы уже Продемонстрировали Наши подвижные Составы В нижнем Состоянии В Берлине Это Оценили Руководители Многих Серьезнейших Крупнейших Корпораций Как Сименс Как Кавасаки Как Различные Фуникулерные Компании Там Были Заключены Адресные Проекты С Филиппинами С другими Странами И Соответственно Сейчас Мы подходим К тому Что Вроде Технологии В феврале Признала Технологии Перспективной И Рекомендованной К применению И Соответственно Также Инновационной И Дорогие Друзья Все Больше И Больше Стран Проявляет Интерес Уже Не На Уровне Тех Инвесторов Которые Голосуют Рублем Которые Может быть Просто Регистрируются В проекте Потому что Зарегистрировавшись В проекте Пока Что Можно Получить Минимальный Пакет Обязательств Но Проявляет Уже Интерес На Высшем Уровне Потому что За год Мы Действительно Сделали И Делаем Дорогие Друзья Невозможное Это Строительство Целого Эко Технопарка И Если Детищем Пятого Технологического Уклада Была Силиконовая Долина То У нас Будет Своя Долина Свой Действительно Природ Эко Растущий Цветущий Сад Несмотря На То Что Будет Испытана Технологическая Цепь Как И Трас Так И Подвижных Составов И Мы Докажем То Что Транс Может Быть Экологичным И То Что Сейчас Вы Видите На Картинках Ранее Было Только Визуализации Дорогие Друзья Сейчас Это Абсолютная Реальность И Только Даря Этим Аргументам Я считаю Что Максимальный Аргумент Это Строительство Это То Что Мы Идем По Планам Да Действительно Нас Чуть Сбил С толку Литва В свое Время Но Мы Выпрямились Встали И пошли Дальше Как Действительно Корпорация Имеющая Планы На Применение Своей Технологии На Мировом Рынке Если 29 Ноября Мы Уже Будем Демонстрировать В движении Городской Пассажирский Транспорт И легкий Прогулочный Транспорт То Буквально Через 3-4 Месяца Будет Демонстрация При Достаточном Финансировании Всегда Я подчеркиваю Это слово Грузовой Транспортной Системы И далее Уже Через 5-6 Месяцев Наши Юнилеты Понесутся По струнам В идеале Уже После испытаний После Достижения Максимального Эффекта Со скоростью Минимум 500 Км Час Но Обо всем По порядку О взгляде С высоты Прожитых Лет в проекте Skyway 16 лет Расскажет Сергей Анатольевич Сибиряков Ведущий Макроэкономист Прогнозист Футуролог Просто Тот Замечательный Человек Который Не останавливался И развивал Проект Более 16 лет И я думаю Будет развивать Его еще Очень и очень Долго Сергей Анатольевич Вам слово Приветствую Друзья Запускаем Перископ У нас теперь тут Куча Мастмедиа Перископ Пока используем Как свое Телевидение Приветствую Друзья Кто только Присоединился Значит Там Андрей С Екатеринбурга Все права Включены Все Поэтому Как только Будут Засланцы Сделать Своё Гнусное Дело Значит Будем на них Реагировать Достойно Вот Поэтому Друзья Сегодня Среда Традиционный Технико-экономический День Вебинара Мы с Алексеем Уже не один год Ввели для себя Эту традицию Стараемся Не нарушать Где бы мы Не находились И вы помните Мы вели Из комнаты Отдыхаем Из завода Из гостиниц Из выставок И из Берлина Прям проводили Из нашего Юнибайка И Юнибуса Вебинара И то ли еще будет Друзья Вот что-то Что-то мне подсказывает То ли еще будет И Это значит Что работа идет Проект развивается И мы стараемся Эту традицию Все-таки Не нарушать Как бы это Тяжело Не было Особенно в походных Условиях Но Друзья Здесь Я могу сказать Бывают Конечно Накладки Когда В общем Две недели назад Мы вечерний вебинар Не смогли провести Потому что мы С Адрианом И с Ниной Снимали Именно подготовительные ролики К подготовке Уже прогона 29 числа И в ближайшее время Сейчас репортажи Прямо перед Перед нашим вебинаром Вышел репортаж Михаила Кереченко Я Алексей Адриан И Нина Мы Рассказывали О скайфитнесе О новом направлении Я думаю Репортажи Мы об этом еще поговорим Обязательно Это целое Новое Такое направление И Как раз Эта подготовка Идет уже 29 Ноября Когда Это не Презентация Это не Какая-то Шоу Демонстрация Это промежуточный Технический прогон На который мы Приглашаем ряд Инвесторов Которые хотят Убедиться И своими глазами Увидеть Что технология Развивается Что она существует Что она находится На определенной стадии И эта стадия Сегодня позволяет Увидеть уже Действующую технологию Мы друзья К этому Сейчас подошли Видите Сейчас Особенно для новичков Или тех Кто Проект Или те Кто Больше друзья Мы все-таки Водный технико-экономический Вебинар Ориентируем Не на самих Новичков Не на самих Кто только Зашел в проект Они могут Обратиться Поискать А те Кто доводит Информацию До новичков И мне очень много Задают вопросов С чего начать Что показать Как представить Крупному инвестору Как презентовать Чиновнику И как раз Вот эту цель Мы друзья Проследуем С Алексеем Мы каждый раз Рассказываем И мы друзья Не попугая Для того чтобы Каждый раз И поверьте Что это довольно Таки тяжелая работа Когда надо Постоянно рассказывать Одно и то же И это не тот Вебинар Где можно Комментировать Рассказывать Именно новости То есть Который у нас Является следующим С 20 часов С 20 часов Коэкономическим Вебинаром А это все-таки Определенная работа И мы ее Одно время уже готовы Были отказаться Но по просьбам По общениям Мы все-таки Пришли к тому Что мы Вебинар будем проводить И для того чтобы Вы смотрели Как надо доносить Информацию То есть Вы видите У Алексея Уже фактически До автоматизма Дал сейчас Вопрос по Как аргументировать Какие факты Приводить В какую последовательность И это друзья Тоже очень важно Это дорогого стоит И мы Это в том числе И большая тренировка Для нас Вот с Алексеем Поэтому Сейчас я наверное Для Алексея Очень многих Я уже знаю Их профессиональных Наших Партнеров Которые Днем и ночью Разбуди И он сразу с вами Профессионально И очень доходчиво И четко расскажет Что такое Skyway Вот у нас была Такая очень интересная Встреча и находка Где-то вот 4-5 месяцев назад Мы с Франчишком Познакомились С Солором Из Словакии Сегодня это Крупнейшая структура Это крупнейшие инвесторы Это те кто Приводит и приносит Сегодня наибольший Вклад в развитие Технологий Сейчас следом Идет развитие Чехии Словакии Польши Вообще Сейчас структура Инвестиций Резко меняется Если еще год назад 90 на 10 Это были Основные российские Ну там частично Белоруссия Украина Инвестиции То сейчас И все идет к тому Что Уже Более 60-70% Дают западные инвесторы И этот Темп все больше И больше Увеличивается Потому что Инвесторы На западе Особенно Они не понимают Что такое инвестировать 100 долларов 200 долларов Мы видим переговоры С очень многими инвесторами В Германии Вот там Начальный объем инвестиций Это от 10 тысяч евро Они меньше не рассматривают Но естественно Друзья Чтобы принять решение Инвестировать 10 тысяч евро Надо полностью обладать Информация Надо разбираться Смотреть И вот мы сейчас На следующей неделе Мы опять с Алексеем Влетаем в наш Клуб инвесторов Где собираются Немецкие инвесторы Именно для того Чтобы планомерно Показывать Рассказывать И за это время Что мы уже полгода Ведем с ними работу За это время Уже появлялись интернет Проекты Хайпы Исчезали Кто-то уже давал Прибыли Потом уходил В небытие А мы постепенно Развиваемся И мы показываем И сейчас Как раз это Начинает Приносить результаты Немецкие инвесторы Все больше и больше Начинают верить Skyway Верить В развитие И очень важная Веха была Это Берлинская выставка Которую провели И показали Что технология Существует И родилась Вот эта Очень красивая Дискон Да Дискон Для Европы Такой же Я параллельно В перископ отвечаю Формула была Для немецких инвесторов Что когда придете На выставку Она 40 гектар Там Порядка 3700 компаний Было выставлено 40 Сейчас скажем 27 павильонов Вот И найти Более таки сложно И поэтому У нас был прям Сценарий Что Находите Девочек Которые ведут К Скайвэю Извините Это по Фрейду Которые ведут К Сименсу Мы своих Пока еще Там волонтеров Не ставили Вот По Сименсу Там везде были Указатели Везде раздавали Флайеры Вот И когда вы приходите На стенд Самый большой Стенд Сименс Его видно Из любой точки Павильона Вы подходите К Сименсу С левой стороны У вас находятся Кавасаки С правой стороны У вас находят Вот А посередине Будет Скайвэй Ну мы в углу Был самый маленький Стенд У нас это не случилось Зато у нас было Больше всего Народа Вот Поэтому Для немцев Те которые Сегодня входили В Только в этот проект Никто не верил Что Мы будем там Выставляться И когда действительно Выставились И действительно Вошли Во-первых В топ-50 Во-вторых Наш признан Самым Посещаемым Интересным Стендом Это друзья Как результаты Во-вторых Мы получили признание Очень многих Менеджеров Которые просто Смотрели И приходили Удивлялись Каким образом Русские Которые Они не русские Мы всегда говорили Это Белая Раша Не Раша А Белая Раша Это особенно Интересно было С вице-президентом Сименса Когда Он спросил Что Вы увидели Я увидел Макеты А когда Вы покажете Действующий образец И когда ему Виктор Бабырин Скал Что это Есть действующий Образец Он прямо Отсюда едет на испытания Он был очень удивлен Потом он спросил Ну там Пропускная способность И так далее Но когда он услышал О том Что пролеты Которые будут Демонстрироваться Они будут 200-400-200 метров То есть Это фактически Мост 800 метров С двумя опорами Промежуточными Вот И А дальше На следующий год Уже будет продемонстрирована Питьевая структура С пролетом 800 метров А потом Полтора километра И все это На следующий год То конечно Он был очень сильно поражен И весь вопрос Когда это можно увидеть Живьем Вот Поэтому Процесс Ожидания Мы создали Очень высокий То есть Сегодня Очень много Крупных инвесторов Фондов Банкиров Кто-то приедет Но там будет Очень ограниченный Круг людей Это просто Мы так По договоренности Договорились Что Ну Антон Датч поставил Такое условие Что не больше 15-20 человек Будет именно На этой первом Первом техническом Прогоне И опять же Друзья Это не презентация Сегодня Прилетает делегация С Австралии Во главе Ну там Не во главе А прилетает Ротхуд Который возглавляет Управляющую компанию В Австралии Прилетает Один из сенаторов В Делоиды Где планируется Первый адресный проект И ведущие эксперты Аурикона Это крупнейшая компания Которая с нами Сегодня Находится В партнерских отношениях У нас с ними Договоры Совместной деятельности Которые проектируют Высотные здания Уже совмещенные С анкерными опорами Skyway Вот так же Будет Управляющая компания Skyway Canada Которая создана По-моему В Монреале Могу ошибиться Вот Будет руководитель И очень ближайшки Такой соратник Сегодняшнего Премьер-министра Канады Будет Skyway Houston То есть Это американская Управляющая компания Которая проектирует Сейчас в Неваде И первый Экотехнопарк И соответственно Уже первый адресный Проект В Неваде Будет компания Которая продвигает Проект Сейчас очень Серьезный Это по линейному Городу И целая Экосистема В Израиле Недалеко Между Эрладом И сейчас Тоже не могу Сказать Точно Это мы Как раз Все будем Уточнять Уже 29 ноября То есть Соберутся Инвесторы Которые Готовы Рассматривать Которых Будут Делегации С Филиппин С Индией Хотя С Индией Тут тоже Вопрос Друзья Давайте Это Опять же Вопрос Третий Исходя Из того Что Определяется Круг Тех людей Которые Готовы Запускать Сразу Адресные Проекты И показать Когда Будет Продемонстрировано Поэтому Технические Прогоны Будут Прямо Там Мы будем Рассказывать Показывать Параллельно Будет Вестись Монтаж Уже Первого Разгонного Участка Для Скоростной Дороги Скайвэй И за Следующий Год Антур Туанович Мы с вами Обсуждали Что он Горил Очень Большая Ответственность Сегодня И на Инвесторов И на Инвестиционные Фонды Что за Следующий Год Планируется Построить Порядка 17 Километров Уже Скоростной Дороги И еще Трех Веток Тех Направлений Которые Сегодня Монтируются И это Объем Инвестиций Как минимум Где-то Будет В 10 Раз Больше Чем За Этот Год Поэтому Нагрузка Будет Очень Серьезная Мы Конечно Рассчитываем И понимаем Что Приходят Сейчас Все Более Крупные Инвесторы Крупные Фонды Но При этом Друзья Работа По Крауд Инвестингу Она Ни в коем Случа Не будет Остановлена Она Наоборот Будет Выходить Все На Новый Горизонт Мы Готовы Предложить Сегодня Новый Концепт Запуска Адресных Проектов С помощью Использования Крауд Инвестинга Именно На Пассивной Стадии Поэтому Друзья Много Что Будет Интересного И Много Что Будет По Развитию Поэтому Друзья Анонсируя Несколько Тем Второго Вебинара Мы Сегодня Вынуждены Несколько Уделить Время Злопыхателям Тролям И Просто Сегодня Людям Которые Мешают Проекту Это Иногда Делать Надо Но Все Это Будет Развитие И Логики Того Что Это Все Активизируется Благодаря Тому Что Мы Подходим Демонстрации Технологии Мы Подходим Действительно Начинает Восприниматься На Очень Серьезном Уровне Естественно Что Это Очень Многим Нравится Нам Пытаются Сегодня Мешать На Разных Уровнях Это И Уровень Конкуренции И Уровень Зависти И Уровень Друзья Еще Не Надо Забывать Что Сегодня Есть Очень Жесткое Противодействие Между Старым И Новым Развитием И Это Тоже Друзья Очень Жесткая И Очень Серьезная Борьба И Мы К Этого Подходим Мы Этого Нисколько Не Боимся То Знаете Как Говорится Волков Бояться В лес Не Ходить Поэтому Мы Идем Развиваемся И Сегодня На Полных Оборотах Я могу Сказать Таким Широко Широко Шагаем И Подходим К Техническим Прогонам Демонстрации Потом Будут Ряд Презентаций Которые Будут Ити В Таком Практически Еженедельном Режиме Потому Что Я Уже Сейчас Знаю Ряд Делегаций Которые Планируют Приехать После 29 Ноября Они Приедут Начальных Числах Декабря Потом Середине Декабря Ближе К концу Декабря Будут Крупные Инвесторы Для Которых Будут Проводиться Индивидуальные Такие Работы И Соответственно Сейчас Начинается Очень Большая Работа Уже С Потенциальными Заказчиками И Именно Адресными Проектами И В дневном Вебинаре Мне вопросы Задавали Что Откройте Тайну Куда Улетел Антон Дуарович С Бабурин Виктором Сразу Говорю Что Я Не Открою Тайну И Могу Сказать Что Ведутся Переговоры С Крупнейшими Сегодня Компаниями Фондами По Адресным Проектам Юго-Восточной Азии Это Единственное Что Могу Сказать И Виктор Сегодня Настолько Тут Уже Алексей Сказал В бодной Части Что Настолько Уже Сейчас Интенсивно Бота Что Первый Вопрос Когда Он Звонит Или Пишет А ты Сейчас Где Мы Тоже С Алексеем Очень Много Перемещаемся Но Мы Больше Так По России Странам СНГ Сейчас Страны Восточной Европы Сейчас Добавилась Англия Австрия И Германия Австрия И Сейчас Испания Очень Активно Практически Каждый Месяц Презентации Планируется Проводить В Пальмо Майорке Потому Что Там Собирается Именно Такой Пул Инвесторов Которым Надо Вести Работу Это То Что Сейчас Набирает Обороты И То Что Сегодня Это То Что Касается Друзья Для Тех Кто Только Вошел В Проект Кто Только Здесь Я могу Сказать Друзья Без Всякого Смущения Без Всякого Вопроса Что Это Не Хайп Это Не Пирамида А Для Кто Ведет Презентации Друзья Я Как Раз Всем Начинаю Сейчас Отвечать Что Друзья 29 Числа Будут Сняты Репортажи 29 Будут Сняты Фото Сессии Соответственно Друзья Берите Этот Пакет И Первый Когда Новичку Даете Смотрите С чего Мы Предлагаем Начать Что Сегодня Существует Это Друзья Презентация Технологии А потом Можете Рассказывать Какие Возможности Заложены Скайвей Что Это Сегодня Несет Что Это Делает Как Это Работает Что Это Дает Каждому Кто Входит На Сегодняшнем Этапе Что Это Дает В развитие Экономики Цивилизации В целом Это Друзья Следующий Вопрос Начинать Надо Будет Всегда С Фотографией И С Видеорепортажей С 29 Ноября Которую В ближайшее Время Друзья Как раз Увидите И Это Единственный И Неповторимый Свидетель И То Что Разводит И Решает Все Проблемы Это Реальная Демонстрация И Почему Мы Сейчас Об этом Говорим Потому Что Мы К этому Подошли Мы К этому Усиленно И Очень Непросто Друзья Шли И Сейчас Можно Сказать Что Пройден Этап Выставки В Берлине Пройден Этап Сейчас Подготовительных Предварительных Испытаний Именно Цеховых Стендовых Испытаний Сегодня Идет Полным Ходом Этап Испытаний Полевых И В ближайшее Время Мы Увидим Результаты Испытаний И Тогда Мы Уже С вами Можем Четко Сказать Друзья Мы Прошли Этот Этап У нас Как горизонт Потому что У нас Объемы Привлекаемых Инвестиций И выполняемых Работ Только Увеличиваются Адресные Проекты Только Расширяются География Работы Растет В геометрическом Прогрессе Значит Сегодня 102 Страны По-моему Женя Кудряшов Не уточнял Вчера Что уже Больше На прошлой Неделе Было 102 Страны Это инвесторы Из которых Находятся Уже в проекте Мы Не ведем Сейчас Статистику Но уже Явно Более 700 Тысяч Людей Которые В проекте И более 150 Тысяч Которые Увеличиваются Инвесторами Это Друзья Хороший Результат За 2,5 Года Работы И Очень Отличный Результат За Те Полтора Года Даже Меньше Полтора Года Которые Ведутся Непосредственно Полевые Работы Поэтому Друзья Есть Что Показать Есть Что Сделать Поэтому Традиционная Фраза Сегодня Что Для Тех Кто Первый Раз Услышал Вы Получили Исчерпывающую Информацию И Вам Неинтересно Вы Для Себя Приняли Решение Что Вы Не Участвуйте В Проекте Скайвей Я С вами Прощаюсь Друзья Мы Все Равно Будем С вами Через Какое То Время Хотя Общаться На Уровне Пассажиров Мы Будем Соинвесторами Этого Проекта Вы Будете Ее Пассажирами Какое Время Для Этого Пройдет Покажет Только Время Для Всех Остальных Мы Переходим В Следующую Часть И Еще Я Прошу Всегда То Это Фраза Которая Звучит В Обязательном Порядке Что Мы С Вами Должны Друзья Принять Очень Четко И Осознать Что За последние 15 Именно Благодаря Той Работе Именно Благодаря Тому Что Мы Друзья Делаем И Если Кто-то Сейчас К этому Относится Скептически Если Кто-то Не Верит То Друзья Время Это Тот Ресурс Который Есть У Всех И Который Выровнит И Расставит Все На Свои Места Поэтому Так же Как Друзья Мы Три Года Декларировали Что Мы Сделали Вот Мы Это Сделали Сейчас Мы Декларируем Что Будем Показывать И Мы Это Покажем И Соответственно Сейчас Уже Очень Много Огромная Ответственность И На Генеральном Константин Структоре И На Коллективе Потому Что Сроки Которые Были К Берлинской Выставке Они Просто Друзья Работали В Круглосуточном Режиме Без Всяких Входных И Этот Режим Был Почти Четыре Месяца Сегодня Не Менее Жесткая Сегодня Система Идет По Подготовке Уже Первых Прогонов И Уже Тестовых Именно Демонстрации В Экотехнопарке Поэтому Тоже Все Идет В Очень Жестком Режиме Но Друзья Других Вариантов У нас Нет Потому Что Это Единственное Что Мы Можем Показать И Отчитаться Это Действующие Образцы И Действующие Модели Потом Может Быть Другая Ситуация И Я Надеюсь Что Мы Дойдем До Того Времени Когда Мы Можем Сначала Изготовить Сделать И Показать Уже Готовую Испытанную Продукцию Сегодня К сожалению У нас Такого Времени И Такой Роскоши Нет Но Исходя Из Того Что Сделано И Из Того Как Идет Я Могу Сказать Что Пока Я Уверен Что Так Будет И Дальше И Генеральный Конструктор И Весь Коллектив С Этим Вполне Справляются Поэтому Друзья Как Всегда Небольшой Перерыв Сейчас Буквально На Несколько Минут За Это Время Пройдут Наиболее Актуальные Репортажи А мы С вами Потом Дальше Будем Двигаться С точки Зрения Подготовки И к Анализу 29 Ноября Когда Мы Увидим Технологию В действии Небольшой Перерыв Друзья Редактор субтитров Редактор субтитров